Приветствую вас. Это видео из серии «Кому сейчас в Украине хорошо жить». Был на одной передаче, а как раз оказалось, я встретил своего старого знакомого. Он работает завхозом в министерстве. Вот так вот представился. Ну, конечно, не завхоз, там департамент, но, опять же, там хозяйственные части. Хотя вообще по профессии он действительно экономист, и до этого работал в очень далеком. Ну, и, естественно, пообщались. Ну, сразу, типа, тендеры, говорят, не, тендеры мы, его не пускают, там министры, замминистра, в лодку, кормушечка, вон. Но! И не надо. Ему-то этого достаточно. Он рассказал, ну, знаете, я просто не уйдю, но вот представьте. Ну, понятно, в министерстве есть центральный офис, причем, понимаете, в чем сейчас, у нас же все сокращает министерство, по этой причине. Она разрастается до дарения. Там какие-то арендуются помещения, какие-то помещения им выдали, какие-то сарачки не используются. То есть, куча разных объектов, а он же теперь как бы за все отвечает, плюс. Вы же сами понимаете, что, если вы были в наших министерствах, ну, кабинете, там, министры, еще, да, зама, да. Потом заходишь, срач, куча компьютеров старых, новых, какие-то шкафы, бумага. Ну, то есть, вообще непонятно, чем он там занимается. Людей, гора. Понятно, что в этом бардаке, как вы понимаете, представляете, сколько числятся всяких основных фондов, компьютеров, там, мебели и так дальше. И вы знаете, что компьютер надо ремонтировать? Ну, да, естественно. Вот он их ремонтирует. Представьте, компьютер где-то чуть ли там, ну, я не знаю, там, 15-летнюю сборку, то есть, он уже давно не работает. Давно не работает. Ему там 15, представляете, компьютер там 10 или 15 лет. Но он на балансе это числится, и его ремонтируют, как положено, да, есть положено. Деньги списывают, да, естественно. Ну, как списывают, понимаете, там у них есть ремонтные, которые эти компьютеры, типа, ремонтируют. Ну, понятное дело, что их не может ремонтировать, потому что они просто не работающие, уже стоят. Но под документом они работают. На самом интересном, я сказал, прикольно, говорит, ну, понимаете, зданий много, но нужны уборщицы. Логично, логично. Ну, скажем так, по нормативам, там, условно, уборщица надо 100. Реально работает 20, но по документам зарплату получают 100. Ну, вообще, это почти смешно. Значит, там уборщица у него оформлена, ну, если я вам так сказать, ну, одного замминистра, родственницы, да, она оформлена уборщицей. Понятно, что она ничего не играет, зарплату получает. Да, да. Ну, самое прикольное, ну, это вообще, первое, значит, там по штату у них есть человек, который натирает паркет. Во всем здании нету даже метр паркета, но по штату существует, поэтому работа есть, зарплату получает. А потом сам, ну, я думаю, это не очень прикольно, стандарт, значит, смотрите, министр ездит на Волгу по документам. То есть, Волга есть. Есть, Волга, да, да, там, я так понимаю, 24-я, где-то стоит уже ржой припал. По документам она есть. Бензин списывает на 24-я. Вы же понимаете, сколько расходов, да? Нет, все нормально, списывает, так дальше. То есть, понимаете, я так понял, что мы там говорим, реформа Европа, а у нас, понимаете, такой вот министерство, причем, ну, я не скажу, что это самое главное министерство, но довольно-таки известно. Это такой, знаете, одюшничек, клоповничок, где куча людей зарабатывает деньги, те, кто что урвал, больше числений вообще не работает, только зарплату получает. И министерство знает, и он идет в Европу. По этой причине я еще раз говорю, настоящая реформа в Украине может быть какая, полностью ликвидируется министерство, причем, знаете как, ночью подписал, и с 0-0 министерства уже нет. Приехали там боевики, все выбросили, закрыли, и больше наработали, пустили министра. Так сработали, по-другому никак, потому что от этих все сокращений, как был клоповник, как был совочек, так и останется. Как воровали, причем воруют по мелочи, понимаете, там сколько зарплату больше. Вот это они работают. Ах, уже эти реформаторы.